В эфире телеканал АПС информационная программа «Панорама Севера». В студии Денис Куклин. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы от нашего региона Елена Фторыгина сейчас находится в Архангельске. В интервью нашему телеканалу она поделилась своим мнением о ситуации с дорогами в области и городе. Это очень мало для дорог Архангельска. Если еще учесть то, что сегодня Архангельска лишили, значит, как города областного центра, своих еще возможностей, когда мы могли бы там на дороге, как мы это делали, вспомнить еще два года назад, как мы серьезно строили дороги в Архангельске. Сегодня этого нет. И, конечно, нас это раздражает, да, как автомобилистов. Я считаю, что это не совсем справедливое распределение средств финансовых, по сравнению с даже другими городами, если посмотрим, не будем сегодня уже конкретно. Поэтому Архангельску требуется сегодня достаточно больше средств на статисты дорог. Это все-таки областной центр, лицо сегодня Архангельской области, город, столица нашего севера. Поэтому я думаю, что этот вопрос нужно пересматривать обязательно. После встреч в Архангельске депутат Государственной Думы Елена Вторыгина отправилась в поездку по региону. К другим новостям. Накануне Международного дня борьбы с наркоманией в региональном отделении госнаркоконтроля говорили о проблемах распространения курительных смесей. С каждым годом их становится все больше. В очередной раз в ведомстве искали способ, как уберечь родственников и детей от пагубной привычки. На сегодня область наводнена разновидностями дизайнерских наркотиков, так называемыми курительными смесями. Выработать противодействие им непросто. Наркотик постоянно мимикрируют, изменяя химическую формулу в лабораториях. Три года назад сотрудники областного наркоконтроля зафиксировали три новых вида. На следующий год уже шесть, далее десять. Наркотическую опасность каждого необходимо доказывать. Соответственно, мы получили за пять месяцев, два года в два раза больше изъятых наркотиков. В связи с таким явлением сейчас у нас появилось большое количество несовершеннолетних, поставленных на учет в органы здравоохранения. В связи с потреблением пазловных курительных смесей, если мы имели ежегодно где-то четырех человек, раньше стоявших на учете, то сейчас такая цифра по результатам прошлого года у нас превысилась в 100 человек. Для борьбы со злом Госнаркоконтроль предлагает законодательно наложить вето на базовую формулу химического наркотика в России. Тогда под запрет попадают и все его производные. Важное направление уже в организации медицинской помощи разработали наркологи. В области началось добровольное тестирование школьников и студентов для выявления употребляющих наркотики. Главной целью наркодельцов сегодня являются они. Индивидуально обследуется каждый человек. Если есть, то в этом случае нарколог, работая с ребенком дальше, мотивирует его на обращение за специализированной помощью. Работа ведется как с ребенком, так и с его семьей. Отношение же к тестированию, в том числе и со стороны родителей, пока неоднозначное. Срабатывают социальные комплексы и стереотипы. Но оберегая имидж своего дитя, есть риск навсегда потерять его как личность. Наркотики беспощадны. Выявление же зависимости на ранней стадии позволяет ее победить. Сделать это можно и полностью анонимно. В Минздраве региона постоянно уделяют большое внимание информированию населения. Тому, куда можно обратиться лицам, страдающим в зависимости от психоактивных веществ, где пройти курс медицинской реабилитации. Большое значение по-прежнему имеет и профилактика, и пропаганда здорового образа жизни. Но самым главным, считают специалисты, является микроклимат в семье и внимание к ребенку. Инга Швецова, Виктор Кузнецов, Илья Сумароков. Автограф дня. Семь победителей конкурса губернаторских грантов. Такое количество проектов получили денежные средства на реализацию своих начинаний в области культуры. Итоги конкурса подвели на торжественной церемонии. С подробностями Виктор Кузнецов. Этим летом церемония награждения деятелей культуры собрала значительно больше людей, чем в прошлом году. Впервые были учреждены стипендии на создание проектов, связанных с историей Архангельского края и его настоящим. Вместе с признанием финансовую поддержку 18 премий получили лучшие сельские работники культуры. В этом зале собрались люди, которые создают новое культурное пространство регионов. От вас зависит атмосфера села, деревни, маленького населенного пункта и, как следствие, в целом всей нашей Архангельской области. Своей успешной работой на местах библиотеки, клубе, центре культуры, детской музыкальной школе вы формируете у населения вкус к разным сторонам жизни, к ее духовному наполнению. Конкурс губернаторских грантов проходит в третий раз. Такая форма поддержки позволяет реализовывать коллективные или индивидуальные творческие инициативы и активно используется. В этом году число проектов победителей по сравнению с прошлым уменьшилось с 11 до 7. Я не вижу ничего плохого в том, что сумма 7 грантов. Общая сумма всех грантов остается единой. Чуть больше миллиона рублей. В нашей государственной программе Архангельской области культура русского севера эта позиция закреплена однозначно. Конкурс будет проводиться и на будущий год. Начинать к нему готовиться рекомендуют уже прямо сейчас. Для того, чтобы получить поддержку, заявка на грант должна выдержать жесткую конкуренцию. У руководства области есть планы увеличить общую сумму грантового фонда, чтобы ежегодно финансовую помощь получали не менее 10 проектов. Виктор Кузнецов, Илья Сумароков. Панорама Севера. Лето. Время не только выпускных, но и начало трудовой жизни для многих вчерашних студентов. Но, как показывает практика, не все идут работать по полученной специальности. В сегодняшней рубрике «Вопрос дня» мы узнали у Архангела Городцев, сложно ли выпускникам вузов устроиться на работу по специальности. Сейчас везде требуется опыт работы. Ну и в связи с этим возникают проблемы. Поэтому у нас очень много, кто работает не по специальности после вузов. Ну и это еще связано с тем, что к пятому курсу идет переоценка. Все равно человек взрослее, это как бы многие понимают, что, может быть, выбрали не совсем верную профессию. Я думаю, сложно, потому что в Архангельске очень мало рабочих мест, которые бы они могли использовать в своей специальности. Я думаю, что это проблема Архангельска как депутатного региона. Вообще это несложно, если честно. Почему? Потому что если человек умный, учился добросовестно в школе, и хорошо сдавал ЕГЭ, и самое главное, вот когда в течение учебы в вузе он уже где-то подыскал место работы и уже где-то подрабатывал в какой-то фирме, то это не трудно. Очень сложно. А хотелось бы, чтобы молодежь-то сейчас-то приходила, чтобы хорошее образование получали, чтобы работу находили достойную, высокооплачиваемую. Но что бы с хорошими знаниями? Сложно. Сложно устроиться. Нужно обязательно вернуться к тому, чтобы государство предоставляло хотя бы два года места на работе. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. В регионе за статусом временного убежища пока обратились 24 семьи из Украины. Как сообщили в правительстве области, региональное отделение Федеральной миграционной службы поможет беженцам с Украины быстро оформить нужные документы. Пункт помощи гражданам Украины организован в Архангельском центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. В первую очередь требуются продукты, которые можно долго хранить, и медикаменты. Телефон для справок 8 818 2 211 422. В рамках профилактической операции «Белые ночи» сотрудники полиции и представители областной и городской комиссии по делам несовершеннолетних провели совместный антиалкогольный рейд. На центральной набережной и улице Шубарова-Лучинского они не увидели ни одного несовершеннолетнего, распивающего спиртное. Дети отдавали предпочтение сокам и другим безалкогольным напиткам. А вот взрослых граждан пришлось воспитывать. За время рейда полицейские выявили два фактора спития алкоголя на набережной. 26 июня в 11.00 в 7 раз на улице Шубарова-Лучинского состоится открытие летнего читального зала. Библиотека будет ждать своих читателей каждый вторник и четверг с 11 до 15 часов. С 26 июня по 31 июля. В дождливые дни библиотека будет закрыта. Библиотека на Шубаровке – это отличная возможность отдохнуть от повседневной суеты и с пользой провести время всей семьей. 29 июня в день города Центр патриотического воспитания «Патриот» решил объединить два десятка пар близнецов на одной сценической площадке в шоу «Близнецов. Похожие непохожести». Организаторы праздника приглашают на него всех горожан, а тех близнецов, кто желает принять участие в шоу, пройти регистрацию. В городе продолжается конкурс «Лучший архангельский дворик». Для подведения его итогов осталось всего несколько дней. А мы пока отправимся в Саламбальский округ. С номинантами названия «Лучших здесь» нас познакомит Алексей Карельский. Во дворе дома номер 41 по улице Кедрово может и не растут кедры, но зеленые насаждения в изобилии. Скромно, но с душой и со вкусом. Этот вкус своему внуку Максиму прививает Наталья Кончакова. Вместе с соседями совершает марш-броски по садово-огородническим ярмаркам в поисках семян, обихаживает придомовую территорию. Зачем столько сил вкладывать? Для чего вам это нужно? Как для чего? Чтобы красота. Все-таки не мусор и грязь во дворе, а цветы и травка нормальная. Специальная комиссия мэрии Архангельска включила труды Натальи Кончаковой и ее соседей в конкурс «Лучший архангельский дворик». Не прошли мимо и детского сада номер 140 «Творчество». Коллектив здесь соответствует названию учреждения. Из креативной группы педагогов выделилось несколько любителей ландшафтного дизайна. Каждый взял свои золотые руки по участку. Мы ставим цель не победить в конкурсе. Нам главное для того, чтобы дети видели красоту и росли эстетически воспитанными личностями. Дети красоту не просто видят, но и участвуют в ее создании. Все-таки это не просто детский сад, а центр развития ребенка. Мы приносили землю, рассаду, удобрения, цветы создать, помогали, красили. Еще мы помогали строить, построить. Совместными усилиями взрослых и детей бурная фантазия нашла свое воплощение в десятках поделок. Благоустройство полисадников у детского садотворчества по сути не потребовало никаких затрат. В ход пошли только старые ненужные вещи. Порванный баскетбольный мячик, изветшавший тазик или вот, например, бутылка из подчистящей жидкости. Хороший пример всем, кто хочет сделать свою придомовую территорию чуточку краше. Главное не затраты, главное творческий подход и инициатива. Инициатива педагогов детского сада творчества уже вылилась в номинацию «Самая благоустроенная территория муниципального учреждения». Будет ли оценен их труд по достоинству, об этом мы узнаем 29 июня, в день рождения Архангельска. Когда будут подведены итоги конкурса «Лучший архангельский дворик». Алексей Корельский, Илья Сумароков, Панорама Севера. «Ладога-2014» – это ежегодный образовательный форум, на котором собираются представители молодежи со всего северо-западного федерального округа. В очередной раз отправилась на него и команда от Архангельской области. Как будут представлять наш регион на форуме активисты из Поморья – далее в выпуске. В этом году на форуме «Ладога» Поморья представляют активисты общественные молодежные лидеры из шести муниципальных образований Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Вельского и Приморского районов. Образовательная программа форума организована по пяти основным направлениям и более чем десяти тематическим площадкам. «Мы надеемся, что они привезут очень много интересных идей, которые смогут воплотить на территории тех муниципальных образований, которые они представляют. Кроме того, мы везем несколько проектов, которые будут презентованы на форуме. На форуме сформирован грантовый фонд достаточно большой, и мы надеемся, что, возможно, наши проекты получат и грантовую поддержку». Презентация Архангельской области состоится на открытом форуме на единой аллее регионов 24 июня. Для участия в представлении молодежные лидеры подготовили большую экспозицию. «Везем на форум вот, собственно, этот арт-объект. Это такой стилизованный своеобразный алмаз, который, так сказать, символизирует тоже нашу область. Также везем еще два арт-объекта. Это наши подводные лодки от Севмаш, которые также будут у нас на нашей аллее, которая будет представлять нашу Архангельскую область». Форум продлится до 30 июня. Свежие идеи и возможные гранты – не единственное, чего ожидают от его участников дома. Новые контакты со сверстниками из всех уголков северо-запада России позволят наладить сотрудничество с другими регионами. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, «Панорама Севера». 28 июня стартует традиционный марафон «Гандвик». Этот забег будет уже 31-м по счету. Кстати, в этом году в честь юбилея столицы Поморья будет открыта специальная дистанция, покорить которую сможет любой желающий. Все подробности подготовки к мероприятию прямо сейчас. «Приобщиться к спортивному действу сможет любой. В качестве зрителя или участника. Специально для всех поклонников легкой атлетики в этом году юбилейным для Архангельска сделана символическая дистанция в 430 метров, преодолеть которую по силам каждому, даже ребенку. И каждого на ее финише ждет небольшой приз – козырек с символикой 430-летия Архангельска. Кроме этого, будет дистанция на 10,5 километров, соревнования по скандинавской ходьбе, ну и, конечно же, классический марафон». «Приезжают к нам спортсмены из Москвы, из Краснодара, из Санкт-Петербурга, из Вологды и из Мурманска. Архангельская область, Архангельска становится опять столицей массового спорта именно в Олимпийский день. Для нас это особо значимо, особо важно. И вот еще раз обращаю внимание, мы очень хотим возродить былую славу, былую мощь, размах, собственно, марафон». «Приедут победители марафона прошлого года. Роман Сали из Москвы, Екатерина Малафеева из Манчегорска. Этим летом старт и финиш Ганвика будет на площади Мира у Вечного Огня. Большой круг, ограниченный Кузнечевским мостом и Морским речным вокзалом, составляет чуть более 10 километров. Всего их 4. Еще одна особенность соревнований этого года – участие дает возможность присвоения спортивного разряда». «Мы ожидаем, что будет в этом году интереснее борьба на основной дистанции, на 42 километра. Вот у нас как бы подрастают свои кадры, мы это почувствовали. И Роман Сали, если он уже 4 года выигрывал, в этом году снова приезжает, то есть ему будет уже сложнее выиграть». Рекорд по количеству участников был установлен в конце 80-х, когда соревнования собирали до 600 легкоатлетов со всех уголков страны. В последние годы Ганвик съезжается до 250 спортсменов. Регистрация марафонцев будет проходить 27 июня в клубе «Ганви» и 28-го непосредственно на старте. Виктор Кузнецов, Илья Сумароков, Панорама Севера. Мы продолжаем рубрику «Мой Архангельск». О городе своего детства рассказывает депутат Городской думы Сергей Пономарев. Это улица, на которой я вырос, провел все детство, всю молодость фактически. Все выходные, все каникулы, все свободное время проходило у меня здесь. Не в центре города, а здесь, где жила моя бабушка, где жила моя тетя. На улице Ладожской, в доме 28. Сейчас мы заходим на территорию дома. В нем сейчас никто не проживает. Он непригоден для проживания, но сносить его не хочется. А восстанавливать сейчас времени просто нет. Но, тем не менее, этот дом остается, живет. Несмотря на то, что пустой, он продолжает жить, продолжает навеивать воспоминания об этих местах, об этих годах, которые были проведены здесь. Дом пережил войну. В этом доме жили офицеры, военные, которые служили в советской армии. Они квартировались здесь. Ну, потом появился в этом доме я. Я здесь сначала до детского сада рос, потом в детский сад ходил, и на все выходные меня сюда привозили. А потом, когда я уже стал постарше, я сам приезжал сюда, садился на маршрут номер 9 и ехал сюда. Ну, я в нем засыпал всегда. На конечной остановке меня кондуктор будила и говорила конечная. Я вскакивал и бежал сюда, к бабушке, быстрее, потому что знал, что здесь пирожки, здесь меня любят, меня ждут очень. Здесь была традиция, и она остается. Палка к двери приставленная означала, что в доме никого нет. И никто никогда не попытается зайти и постучать, или что-то, не дай Боже, украсть. Здесь была традиция, калитка закрывалась только на вертлюжок. Никогда никаких замков не было. И, кстати, еще вот памятная для меня березка. Эта березка была посажена в год моего рождения. Посадила ее моя бабушка. Из всего города Архангельска это для меня, наверное, самое памятное, самое дорогое, самое любимое место. Это улица Ладожская, дом 28. Несмотря на то, что дом уже давно нежилой, и в нем нельзя находиться внутри, я приезжаю, наверное, с завидной регулярностью. Раз в два, в три месяца обязательно. Этот дом для меня, наверное, есть машина времени, а есть дом времени. Я приезжаю сюда и вспоминаю, как это было, как это было здорово. Приятно, ностальгия. В Архангельске июнь, Белые ночи и, конечно же, уличные театры. Уже в 20-й раз артисты из разных городов и стран съезжаются в столицу Поморья. Чем нас будут удивлять в юбилейный сезон и внесет ли дождь свои коррективы в деятельность театров, расскажет Екатерина Грицыенко. Название «Уличные театры» говорит само за себя. Концерты, как правило, проходят на открытой площадке, на необорудованной сцене. Но в этом году некоторые спектакли все же перейдут под крышу. Изменить формат отдельных выступлений может проливной дождь. А вот спектакли театров Декру и КТО изначально требуют закрытой площадки. Всего в юбилейный 20-й раз фестиваль собрал 20 одних только иностранных коллективов. Большинство из них когда-то уже покорили сердца архангельских зрителей. Любимцев публики выделить трудно, но ритмы испанского коллектива Бринкадейра это то, что может зажечь кровь каждого северянина. Испанец Лео Басси приехал в Архангельск спустя больше двух десятков лет. Интеллигент в черном костюме и клоун-провокатор. Он заставляет зрителей взглянуть со стороны на пороки и предрассудки общества, а вместе с тем по-детски посмеяться. А вот горячие финские парни, дуэт Вейра Раха, Архангельск посетили впервые. Говорят, северную публику не так просто поднять до эмоциональных высот. Однако улица делает свое дело. Мы играем и на улице, и в залах. Но на улице нет эстрады, ничто не отделяет тебя от людей. Ты моментально чувствуешь обратную связь, и зритель чувствует тебя на все сто. Это самая честная музыка. Фестиваль продлится в Архангельске до 28 июня, а 29 июня артисты выступят на улицах Северодвинска. Ознакомиться с программой уличных и сценических шоу можно на официальном сайте Молодежного театра. Екатерина Грицыенко, Олег Ширяев, Панорама Севера. Более 10 тысяч человек собралось на рок-фестивале «Мост». Популярные музыкальные группы, мотошоу от финских спортсменов и, конечно же, своя особая атмосфера. Фестиваль на острове Краснофлотский посетила Мария Воробьева. Фестиваль «Мост» можно было найти по звуку. Килобайты рок-музыки сотрясали остров Краснофлотский. Гремели известные хиты в исполнении корифеев. Жанра «Князь», «Мураками», «Кукрыник», «Сакрематорий», «Пилот». Для меня выйти на сцену перед людьми – это дать им просто возможность немного порадоваться, донести что-то, что полезно для их жизни. Рокенрол – это стиль жизни. Человек может быть водителем трамвая или, не знаю, библиотекарем, но при этом быть рокенролщиком в жизни. Это не музыка, это стиль жизни. Стиль жизни лидера группы «Пилот» разделили около 10 тысяч любителей жанра рок. Я пришел, потому что люблю рок, я пришел сюда с мамой и с папой, только они меня не вели, я их сюда притащил. Организаторам «Моста» удалось сделать фестиваль семейным. На территории острова Краснофлотский была обустроена детская развлекательная площадка и несколько арт-объектов. Если вам захочется остановить мгновение, добро пожаловать на арт-площадку «Живые статуи». Одна поза и фестиваль «Мост-2014» останется не только в вашей памяти, но и на фотографии. В этот день строгий костюм сменил на футболку и джинсы и мэр Архангельска Виктор Павленко. Мэрия областного центра стала одним из организаторов фестиваля. Чтобы на этих фестивалях, а не особые фестивали, а не зажигательные, молодежь зажигательная, чтобы это мероприятие было в радость молодежи, а не превратилось в какую-то тусовку или гавку. И поэтому для меня как пара очень важно, чтобы это прошло на хорошем организационном уровне. И с каждым годом этот уровень становится все лучше. Мы каждый год сам обучаемся, мы очень много путешествуем, посещаем разные саммиты, фестивали, встречи. Как по мототеме, так и по общественной. Мы учимся и каждый год пытаемся сделать это лучше. На этот раз организаторы удивили гостей фестиваля головокружительным мотофристайлом от финских спортсменов. За два дня на острове Красноплодский вырос целый музыкальный город. Архангельск стал столицей российского рока. Мария Воробьева, Алексей Шаршов. Панорама Севера. На юге области прошли спортивно-туристические соревнования. Ориентирование на местности, спуск по реке, веревочный курс и многое другое. В этом году в слете принимала участие команда из Вологодской области. С места событий наши котловские коллеги. В этом году состав участников был скромнее, чем обычно. Вместо 10 команд соперников собралось всего 4. Причем 3 сборные хозяев разбавила единственная команда гостей из Уртамы. Тем не менее, это нисколько не снизило градус и зрелищность мероприятия. Главная его особенность – туристические испытания продолжаются ровно сутки. Начинаются и заканчиваются на закате. Первый этап – ночное GPS-ориентирование. В полночь общий старт. Все участники по навигатору ищут контрольные пункты, естественно, на время. Утром приключенческая гонка. Спортсмены пешком, опять же, экипированные навигатором, ищут оставленные для них задания и выполняют их. Здесь ничего особенного. Лишь то, что должен уметь делать турист. Разжигание костра и кипячение воды. Оказание первой помощи пострадавшему и установка палатки. Все, разумеется, на скорость. Изюминка этапа – интеллектуальный тест. В разгар беготни участникам предлагают решить математическую задачку из курса 4-го или 5-го класса. Как говорят организаторы, прикол в том, что это вызывает большие затруднения. Хотя спустя несколько часов отдохнувшие и успокоившиеся спортсмены щелкают эту же задачку за мгновение. На следующем испытании проверяется владение туристической техникой, прохождение классических веревочных этапов, навесной переправы, траверса, параллельных перил, подъема и переправы вброд. Но и это еще не все. Продолжают марафон водные виды, две гонки на катамаранах и байдарках. Здесь все решает не физическая сила и молодость, а опыт и слаженность участников. Так из года в год лучше всех грибут старейшие туристы трудовые резервы. Следующая конкурсная часть – кулинарная битва. Соперники должны приготовить из определенного набора продуктов на костре какие-то вкусные блюда. На это дается один час. И завершается стезание «Велосипедная гонка». Она появилась в программе в прошлом году и сразу прижилась. Интересный факт. К этому этапу три из четырех команд нынче вышли с одинаковой суммой баллов. При общем старте интенсивность кручения колес была так велика, что победитель оторвался от остальных на финише всего лишь на 10 сантиметров. В заключении выпуска информация о курсе валют на 25 июня. По данным Центробанка, курс доллара на 25 июня составит 33,98 рубля. Курс евро – 46,22 рубля. Выпуск нашей программы завершит прогноз погоды. А сразу после смотрите передачу в Центре внимания «Вопрос психологу». Тема сегодняшнего разговора – любовь. Гость программы – врач-психотерапевт высшей категории Вадимир Кузнецов. Он ответит на волнующие вас вопросы по телефону прямого эфира 639-717. На сегодня это все новости. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии был Денис Куклин. До встречи. Прогноз погоды на 25 июня. В Котласе облачно, небольшой дождь, 12 градусов тепла. В Вельске пасмурно, небольшой дождь, 7 градусов тепла. Ветер западный. В Мирном также пасмурно, небольшой дождь, 7 градусов тепла. Ветер северных направлений. В Новодвинске пасмурно, небольшой дождь, 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный. В Архангельске облачная погода, временами дождь, ветер северный порывистый. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов тепла. Днем от 6 до 9 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин